Вся страна готовится к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Это праздник силы, мужества и стойкости, проявленной защитниками страны в 41-45-е годах, которых на сегодняшний день осталось не так уж много. Губернатор Сергей Морозов подчеркнул, что 9 мая региональная и муниципальная власть должны сделать все возможное, чтобы достойно отметить День Победы и поздравить каждого ветерана с этой замечательной датой. Об этом глава региона сообщил на расширенном заседании Оргкомитета. В связи с этим, обращаясь к руководителям отраслей и муниципальных образований региона, все поступающие рекомендации должны быть отработаны в заявленные сроки и в полном объеме. Итоги их исполнения мы будем рассматривать ежемесячно. На заседаниях Регионального Организационного Комитета Победы. В Год памяти и славы в Ульяновской области пройдет около 200 крупных мероприятий. Регион примет участие в ряде федеральных проектов, таких как «Снежный десант», «Лес Победы», «Свеча памяти», «День неизвестного солдата», «Волонтера наследия», «Культурный минимум», «Голос весны», «Дальневосточная победа», «День неизвестного солдата». Еще пять региональных проектов станут аналогами всероссийских. Соответственно, мы решили не оставаться в стороне и придумать какие-то свои аналоги. И, собственно, пять вот этих аналогов здесь прозвучат. Это, например, «За народную песню», который уже известный проект. Мы хотим его включить в рамках регионального плана Года памяти и славы. Также это фестиваль военной реконструкции, который пройдет в Ульяновском районе. Мы тоже хотим, чтобы это мероприятие было включено в региональный план. В преддверии юбилейного празднования Победы обращено пристальное внимание властей на оказание медицинской и социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. В качестве дополнительной региональной мероподдержки героям войны планируется сделать бесплатным проезд в городе для всех ветеранов и их сопровождающих. В послании президента было сказано, что обследовать всех ветеранов Великой Отечественной войны, дети войны, труженики ТЭЛа. Ну и большой плюс для ветеранов Великой Отечественной войны в этом году президент озвучил, что каждый ветеран к 75-летию Великой Отечественной войны получит по 75 тысяч, а труженики ТЭЛа по 50 тысяч. Каждый ветеран сегодня должен оставаться во внимании. Будут проводиться очень много мероприятий, направленных именно на патриотическое воспитание. Но это в том числе митинги, митинги реки, это уроки мужества, уроки военной истории, это будут спортивные соревнования. В Ульяновской области будет проведено порядка 80 соревнований спортивных с охватом более 5 тысяч. На заседании участники обсудили концепцию военно-патриотического парка «Патриот». Проект планируется начать реализовывать в марте этого года путем реконструкции существующего парка имени Маргелова, где разместят образцы разной военной техники. Стоимость разработки проекта инструментов на документации составила 938 тысяч рублей. Проведены работы по определению подрядной организации. Особое внимание участники заседания уделили культурной составляющей праздника. Стартует программа Ульяновского фонда поддержки детского чтения «Ты знаешь, мой внук, что такое война. Диалог поколений», ставшая победителем конкурса на грант президента России. Проект начнется с события «Забота. Дети войны». Волонтеры запишут рассказы ветеранов о военном детстве, о родственниках, участниках войны, которые затем будут опубликованы в специальном сборнике. Также в честь празднования 76-летия снятия блокады Ленинграда, Ленинский мемориал подготовил выставку «Блокадный Ленинград». Она создана на основе материалов Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и экспонатов из музейных фондов Ленинского мемориала. Наиболее интересная выставка тем, что сегодня представлены именно вещи ульяновцев, блокадников, которые находились там, которые воевали, внесли службу в блокадном Ленинграде. Все желающие ульяновцы и гости города смогут посетить выставку и прикоснуться к истории победы до 20 февраля. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ.